Россия далеко до статуса электромобильной державы. Однако вольтамперные новинки постепенно просачиваются на отечественный рынок. Еще два года назад Daimler оформил сертификат на ввоз одной партии из 150 батарейных кроссоверов Mercedes EQC. Но до реальных поставок тогда дело не дошло, а сейчас немцы надумали привезти совсем другие электрички EQE и EQS. Ценник на флагманский EQS навесят нынешней осенью, а пока объявлено, что российским клиентам предложат топовую 500-сильную полноприводную версию. Очевидно, что стоить в 580-й будет около 12 миллионов рублей. К концу следующего года прибудет младший седан EQE, образно говоря, электрический аналог традиционной Ешки. О нем информации совсем мало, ведь даже европейцы увидят живые экземпляры этой модели только следующим летом. Любопытно, что дилеры немецкой марки вовсю готовятся встретить аккумуляторные Мерседесы. Во всяком случае, перед крупными шоурумами начали появляться фирменные зарядные станции. Между тем, Мерседес планирует создать искусственный дефицит своих машин. Об этом изданию в Financial Times заявил финансовый директор концерна Daimler. До этого подобные заявления позволяли себе лишь производители разнообразного эксклюзива. Как показал нынешний кризис, спровоцированный дефицитом полупроводников, покупатели немецкого премиума вполне готовы по несколько месяцев ждать заказанные автомобили и выбирают топовые версии, у которых меньше срок ожидания. Своего коллегу также поддержал главный финансист BMW. Но смогут ли автогиганты реализовать свои планы – большой вопрос. Ведь конкуренция между производителями слишком высока, а значит покупатель может запросто выбрать другой бренд. Проще говоря, при дефиците Мерседесов или BMW никто не запретит купить Ауди, Порше или Вольво, а за океаном – Кадиллак или Линкольн. И еще одна важная новость, пришедшая из Штутгарда. Глава отдела исследований и разработок концерна «Даймлер» Маркус Шафер заявил, что разработка новых гибридных силовых установок полностью свернута. Ненцы окончательно признали бензоэлектрические машины бесперспективными, а потому сосредоточат усилия на чистой электрических автомобилях. Впрочем, одномоментно гибридные Мерседесы из гаммы не исчезнут, поскольку компании важно отбить ранее вложенные инвестиции. Продолжение следует...